Бизнес-проектов или достаточно больших проектов? Не знаю, не поход в магазин, а что-то другое. Кто занимался таким? Поднимите руку. Кто создавал бизнес? Создавал бизнес, да. Не так много. Или все остальные посмущаются. Мне... Давайте я опишу какую-то... Я не буду вам рассказывать теоретические выкладки. Вы можете посмотреть, что такое цели, задачи, какие характеристики оцелить. Это все теоретическая и сложная штука, которую рассказывали 5 лет назад. Я бы назвал это таким видением будущего. Все достаточно просто. Вы там видите свой проект или свое будущее, в каком... Ну, свой бизнес-проект вот таким. Через, там, сколько? Год. Да? Ну, начало. Ну, как бы все же там... Вот я постараюсь вот здесь писать. Например, я хочу открыть главек Шоур-Мой. Вышую функцию. Где мы хотим его открыть? На... На греческом угол... В Кюри-Олеше, поток людей пришел. Я знаю. Узрофиль там есть. Здесь еще конкуренция слава. А? А я, например, не знал, что я еще не разу в жизни не елся он будет. Потому что я, вот, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит понимать. Вот, извините. Я тоже много не елся. Какие-то люди едят. Я не елся. Это ж не про дом. Я про некий проект. Давайте вместе подумаем, что... Попытаемся распланировать вот этот бизнес конкретный. Причем, подумаем, что мы делаем его абсолютно легально. Ну, как бы, без взяток и всего остального. Окей? Ну, кстати, легальность, мне кажется, важна. Один из показателей устойчивости. Наверное, будет через пару лет. Вернее, варенье или варенье. Вот так. Вот. Ключевое, что в некое место, да? Да. Надо понять, по-рукому... Ну, то есть, это, скажем, потребность. Что нам нужно? Место покупка аренда. Сам плейл. Его изготовить купить. Ну, это же не как всему применимо место. Я рассказываю про свой ларёк-шурук. А в середину некое оборудование. Персонал. Стоп. Две продавца, чтобы менялись. Правильно. Приятно, улыбчивая лица. Еще один готовится. Сырье. Сырье. Точно. Убоковка. 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 Антураж. Убоковка. Согласен. Вот. Что еще? Разрешительные документы. Отнесем это к месту, еще разрешительные... Нет, это не к месту. Нынешний. Разрешительные документы. Что такое разрешительные документы? Какие мне нужны? СЭС. Пожарники. Пожарники. Ну, разрешение патент, ну и разрешение на... Санитарные книжки у прохладцов. Санитарные книжки. Бюро эстетики. Меня спросят за внешний вид этой еланды. Кстати, они сейчас... Город. Разрешительные книжки. А делай рекламы, если у меня есть улицы. Тоже, кстати, важно. Что еще? Водоканал забыли. У вас обязательно надо будет выход в канализацию. Водоканал. Да? Это некая инфраструктура. Это вода, свет. Ну, канализация. Что еще? Разрешительные документы. Ну, может, это все разрешительные документы. Что еще? Водоканал. Вот. Все, все. Вот это, это некий процесс производства. Кстати, почти все, все, почти все такие бизнесы можно... Это две значительные части производства, некий клиент или продажа. Как найти его, как ему предложить, кто ему, ну, соответственно, чего он хочет и так дальше. Кстати, про вашего клиента мы еще поговорили. Это будет отдельный блок, громадный. И мы будем разговаривать исключительно про клиенты и про коммуникацию с ними. Не просто про инструменты, а про некое понимание, кто он, ну, как к нему достучаться. Да? Мой клиент это кто? Кого мы хотим продавать? Ну, студенты, что-то я по-моему. Да, тут студенты. Я хочу ей полить их. Много студентов. О, кстати, по поводу клиентов. Когда вы хотите продавать всем, то, скорее всего, к вам не придет никто. Скорее, вы, например, начнете ориентироваться на студентов, и к ним подтянутся какие-то люди, которые, ну, то есть, проходящие еще, да? Но основной косяк будет студенты. Либо мамаши, либо там, таксисты. Вот, например, есть шаурма, есть фарфель на Троицкой угол Преображенский. Так вот, там самые хорошие фарфель, и туда ходят все вегетарианцы. Так, чтобы вы понимали, со всего города, со всего центра они заходят туда покупать фарфель. С другой стороны, на греческой, между Афиной и Троображенской, здесь такое место, такое обычное, ну, я там покупал один раз, и я больше, наверное, не поеду. Так вот, вечером они ориентируются на таксистов. Они работают всю ночь, и всю ночь у них тут взяты таксисты, потому что они работают всю ночь, набивают чай, кофе, там, ты-да-ты-да-ты, ну, и свет какой-то. И там такое таксовочное место, и они там сидят и работают. И это разные потребители абсолютно, потому что вегетарианцы, таксисты могут чайку переехать в другой район или в другую шаурму, если увидят, что там качество лучше, дешевле, ну, либо там водичка, либо кофе есть. А вегетарианцы, наоборот, им не важна стоимость, им не важна даже чаще всего сопутствующие товары, хотя они приветствуются. Но им важно, кто делает, в каких условиях, и что там точно нет мяса. То есть, например, там начали год назад производить еще, ну, предлагали еще и шаурму к фарафе, шаурма с мясом. И многие вегетарианцы отпали, потому что они считают, что нельзя главаш ложить на то же место, где там с мясом и мясом. Ну, вот такие. Для них это важно. Видите, разная целевая аудитория, и там, и там очередь. И ориентируясь на ту или иную целевую аудиторию, они набрали себе основной уровень. Кстати, с клиентами всегда есть некий костяк клиентов, то есть это, ну, такие якорные клиенты, которые и стоит сделать так, чтобы они сделали вам такой безубыточность, уровень безубыточности. Вот, например, у заведения, у всех кафе в Одессе, в костях клиентов такое составляют, это одесситы. Они позволяют существовать заведениям безубыточно круглый год. А зарабатывают они в основном на туристах. Это туристы приезжают, там массово жирают все и убегают. А действительно нет, они пришли, они там ужинают, общаются с друзьями, или у них какой-то праздник. Праздники, это уже не столь выгодно, как люди, которые просто заходят, поели, ушли, зашли, поели, ушли. Ну, то есть, видите, есть некий костяк. Так вот, в моей я хочу, чтобы костяк у меня были хипстеры. Ну, а мне здесь 50-е, это студенты, какая-то активная молодежь, и все-таки правильно. Можно назовем их хипстеры. Ну, или активная молодежь. И вот здесь вот большая часть, это коммуникация с ними. Как им донести про то, информацию про мой продукт, и как им рассказать про мои, ну, почему они ко мне должны прийти. Именно они, они все подрядны, да. Это вопрос отдельный, мы про это поговорим, да, я вам показываю некий общий принцип. Но все вот эти штуки очень важно продумывать. От этого зависит, кто у меня будет продавцом. У кого купят активная молодежь? Молодые девушки. Ну, девушки. Вай-фай раздавать там, Александр, будет прекрасно. Да, сейчас эпоха Триджи, все почти хипстеры уже. Нет, спасибо себе. Я бы сделала что-то повесенное, чтобы не в истории читать, не как-то ушел. Ну, ну, то есть, я уже мнению там сюда человека, который там не... Как вы говорили, не русский, да? Хотя нет, нет, это бабушка, да. Нет, это бабушки так продаются и пирожки. Да, да, вот видите, никто не пробовал. Я попробовал, но ученика-бабушки, ничего так скажу. Видите, очень много таких штук. Теперь это такая, это все, что мне нужно сделать. Да, про коммуникации мы поговорим отдельно, неким отдельным блоком больше. Но теперь важно понять, в какой момент нам нужно получить инвестиции, какие... И, кстати, мы про это будем говорить со всеми, кто получит, там, или гранты, или инвестиции, которые вы получите. Мы не будем вытаскивать деньги из кармана и давать вам просто так, чих, на, много. Да? А что? У нас нет. Мы, если и будем, то мы с вами поговорим про некое финансовое планирование. И будет отдельный блок, финансовое планирование, и как, по каким этапам вам это нужно. Да, потому что, там, создавать каналы коммуникации с молодежью до того, как у вас есть продукт, ну, наверное, не стоит. Да, тут есть некая очередность. Да, там, закупать оборудование, ларек, договариваться с продавцами, с лием, упаковкой до разрешения и до места, вообще не имеет смысла. Потому что, тем, как только у вас нет, там, разрешения или места, да, весь проект до свидания. И, вот, каждый из ваших проектов, да, он такой, взаимосвязанный. Есть вещи, некие определяющие, место разрешения, без которых ничего другого не будет. Ну, инфраструктура, не очень определяющая, да, тоже. Без которых ничего этого не будет. То есть, и вот вам очередность, да, сначала мы, казалось бы, говорим про, ну, такой просто списочек, а нет, есть некая очередность. По моему опыту, большинство людей про это забывают вообще. Они упираются, там, уже подобрали оформление, уже выбрали дизайн ларька, уже знают, где закупить сырье. Но какие-то ключевые вещи не договорены и не проговорены вообще. Да, эти ключевые вещи в каждом проекте разные, да, мы с вами обсуждали. Что где-то, ну, это и продавцы какие-то, может быть, какое-то специфическое сырье, которое нужно найти, где там заводить. Например, у меня будет фалафелис, нута, который произведен руками девственниц в Млеции или Инде. Вот тогда вот некий специфический продукт, который мне тоже нужно двигаться. Вот. Я бы еще разделил, когда я планирую некие проекты, мы разделяем на обязательные вещи и некие украшательства. Вот. Место продавеца, вот это все, это некие обязательные вещи. Продавцы чуть лучше, ну, то есть, например, красивые барышни, или, например, парни накачивают борода, статуированные. Да, вот сейчас такие. Вот. Внизу, внизу, в тишине работают. Но это уже некая такая уже специфика, или там это некое украшательство. Да, уже историю, уже там, как раз упрасить, уже там, еще что-то. Этим можно улучшать продукт, который вы платите. Но, если у вас нет продукта, эти украшательства вообще не имеют смысла. То есть, как вы не продумаете, откуда вы будете завозить сырье, которое изготавливается руками девственниц, пока у вас нет вот этого всего базового, это все не имеет смысла. Пока вы не имеете печь кирожки, задумываться о том, как вы упакуете их, ну, вообще нет смысла. Поэтому это начало, поэтому, кстати, именно поэтому часто бизнес делают, знаете, как, вот такой молодежь, идут работать в схожую организацию, продумывают, как она, понимают, как она работает, изменяют это, чуть-чуть бизнес-моделей, открывают что-то свое. Кстати, это тоже не худший вариант, где можно там с кафе или с общепитами с работой. Как-то так. Вы хоть примерно представляете объем того, что вы будете делать со своими людьми, как запланировать и как сделать ваш проект? Ну, отлично, я рад. Я знаю, что здесь есть люди, которые вообще точно представляют, и, собственно, они уже все знают. Смотрите, сегодня у вас есть домашнее задание. Я рассказал все, это элементы. В дальнейшем мы с вами поговорим, ну, чуть больше. Мы про это будем говорить в первый раз в четверг с вашим домашним заданием. Да? В следующий четверг. В дальнейшем мы к этому будем возвращаться постоянно. Наша цель, чтобы в результате этих двух месяцев вы свой проект видели четко и результат, и процесс, как к этому результату зайти. Задание на четверг это сделать по своему проекту или бизнес-проекту в эту бизнес-канбу. По своему проекту. Пропишите максимально полно. Окей? Если у вас будут вопросы, вы можете задавать их в той группе в Фейсбуке. Договорились? Да, вы.